Всем привет! Вы на канале Технолинк и в этом видео мы рассмотрим 5 лучших видеорегистраторов с Алиэкспресс. Скажу заранее, что для вашего удобства я закреплю ссылки с актуальными ценами на все магазины в описании. Если хотите меня поддержать, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Я буду вам за это очень признателен. Небольшая пауза и приступаем к обзору. Корпус регистратора Xiaomi Dashcam 1S имеет матовую поверхность и изготовлен из прочного пластика. На передней панели лишь отверстия динамика, объектив в центре и логотип производителя в правом верхнем углу. Сверху корпуса находится кнопка включения, замок кронштейна и разъем для питания. На нижней стороне регистратора расположены кнопки сброса и микрофона, а также наклейка с краткими характеристиками. Индикатор режима и слот карты памяти находятся на левой стороне корпуса. Слот закрыт крышкой, и случайная потеря карты или засорение слота практически невозможна. Есть возможность передачи изображений или дистанционное управление при помощи Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, которое работает на расстоянии до 6 метров. Во время съемки индикатор светится белым цветом. В случае нештатной ситуации цвет индикации меняется на красный. С кронштейном камера по-прежнему весьма компактная и много места на стекле не займет. Поворотный механизм позволяет настроить нужные углы для лучшей видимости на дороге. Если карты памяти в регистраторе нет, то он просит ее вставить. Если же вставлено и с ней все в порядке, то индикатор сбоку будет светиться белым цветом. Управление регистратором осуществляется четырьмя сенсорными кнопками, помеченными белыми точками под экраном. Сам экран не сенсорный, и касание значков над кнопками результатов не даст. Можно выбрать качество записи. Имеется всего два варианта. 1080p с разрешением 1920х1080 пикселей, то есть Full HD, и обычной 1280х720 точек, HD соответственно. Имеется циклическая запись. Время этой записи примерно 20 минут, чего будет достаточно при любых обстоятельствах. Присутствует режим ночного видения, с помощью которого камера хорошо снимает на расстоянии до 20 метров. Есть возможность отрегулировать громкость динамика, посмотреть состояние карты памяти и отформатировать ее. Все вышеперечисленные операции можно проделывать с телефона, подключив регистратор к приложению. Кроме того, из приложения станет доступна возможность делать фото. В самом регистраторе о такой функции почему-то забыли. Регистратор Xiaomi Smart Dash выполнен в сроком и компактном корпусе из противоударного ABS пластика. На тыльной стороне дисплей четыре кнопки с коротким ходом и отчетливым кликом. Справа расположен разъем питания microUSB, а слева слот для карт microSD и скрытая кнопка сброса. Все функции и настройки только кнопками. Производитель заявляет, что у Smart Dash есть умные функции. Например, он звуковым сигналом сообщает, что вы слишком близко подъехали к какому-то автомобилю и контролирует полосу движения. Эта модель имеет яркий ЖК-дисплей с диагональю 2,7 дюймов. Широкоугольный объектив, угол взора которого равен 165 градусов. Также имеется функция ночного видения, чтобы помочь водителям избежать неприятных ситуаций. Камера снимает видео с разрешением 1080 пикселей и 60 кадров в секунду. Также есть возможность записывать в 2К при 30 фпс. Внутри установлен аккумулятор со скромным объемом, всего 240 мАч. Этого недостаточно, чтобы он работал без подзарядки больше 5 минут. Тем не менее, у гаджета и нет задачи радовать своей автономной работой. А еще в видеорегистраторе есть приложение для айфон, с помощью которого можно смотреть ролики и сохранять их в свою память и так далее. Управление возможно не самое удобное, зато максимально простое и логичное. А весит это устройство всего 74 грамма. Дизайн ASDOM GS63H строг и лаконичен. Все предельно просто, но при этом каждая мелочь хорошо продумана. Корпус выполнен из качественного пластика с большим числом вентиляционных отверстий, обеспечивающих эффективный отвод тепла. Глазок камеры выступает на пару сантиметров. Крепление находится на верхнем торце справа. На задней крышке используется дисплей в 2,4 дюйма. Световой индикатор и 5 кнопок управления. Экран довольно большой и яркий. Здесь используется ТН-матрица с ограничением угла обзора. Но благодаря правильной ориентации экрана, заметить ограничение угла можно только если смотреть на экран под острым углом. В обычных условиях изображение на экране прекрасно видно с любого ракурса. На противоположной стороне разместился мини-USB разъем для питания устройства. А также разъем мини-HDMI. Для подключения к телевизору, например. Присоска здесь самая обычная, с фиксатором. Механизм позволяет регулировать угол наклона регистратора по вертикальной оси. Также здесь предусмотрен разворот на 180 градусов, чтобы фиксировать происходящее в салоне. Встроенная GPS-антенна довольно миниатюрная. И расположена так, что не увеличивает габариты видеорегистратора. Не мешает обзору и обеспечивает лучшее качество приема сигналов со спутников. Устройство записывает видео установленного качества. Может включаться при определении движения во время парковки. Записывает трек GPS. Имеет датчик удара. G-сенсор. Может пересылать данные на смартфон по Wi-Fi. Вообще, обычно такая функциональность встречается в дорогих видеорегистраторах за 10-12 тысяч рублей. А тут все есть менее чем за 5. Соединение со смартфоном производится ну очень просто. При включении Wi-Fi на видеорегистраторе на экране появляется название сети, к которой нужно подключить смартфон. В телефон нужно установить программу LuckyCam. После этого со смартфона можно будет управлять видеорегистратором, делать различные настройки, а также скачивать на смартфон фото и видео. Начинка включает три ключевых элемента, которые, собственно, и позволили построить относительно недорогой, но при этом мощный видеорегистратор, хорошо снимающий в различных условиях освещенности. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на многослойную линзу, изготовленную не из пластика, а из оптического стекла. Линза имеет угол обзора 170 градусов, что позволяет отлично видеть всю ширину дороги и объекты, движущиеся практически параллельно вам. Точнее говоря, на треть корпуса впереди вас. При этом линза минимизирует возможные оптические искажения. Важно отметить и диафрагму F1.8, благодаря чему видеорегистратор имеет большую глубину резкости. Несмотря на то, что на корпусе красуется логотип 4K, я не могу отнести его к Ultra HD видеорегистраторам. Ни сенсор, ни чипсет не поддерживает физическое разрешение 4K. Производитель использует интерпретацию разрешения 2688 на 1520, до 2880 на 2160 пикселей, что, собственно, тоже не является 4K. Но из-за того, что число строк соответствует 4K, то бишь 2160p, производитель решил приравнять его к Ultra HD. В общем, такой странный и хитрый маркетинг, нацеленный прежде всего на тех, кто не хочет разбираться в деталях. Куда важнее обратить внимание на то, что в 4K видеорегистратор пишет всего 24 кадра в секунду. Я был уверен, что этого явно недостаточно для съемки в движении. Каково же было мое удивление, когда на стоп-кадре можно было разглядеть номер автомобиля, который двигался со скоростью заметно выше. Более того, это в черное время суток, так что режим 4K вполне достоин внимания. Также можно записывать видео в Full HD разрешении при 60 кадрах и в HD при 120 кадрах в секунду. Что вам нужнее и больше подходит, то и используйте. Это дело каждого. Он оборудован аккумулятором емкостью 250 мАч. Одного заряда хватает примерно на 10 минут. В повседневной жизни аккумулятор необходим, например, для работы режима парковки. При этом внешнего питания ему не требуется. Это очень дельное устройство. И это, наверное, один из лучших видеорегистраторов по соотношению цены, качества и функциональности. Дизайн и вообще концепцию Xiaomi 70 My Pro нетрудно встретить среди регистраторов других производителей. Неправильный формой корпус с выступающим поворотным блоком камеры. Это одно из оптимальных решений для размещения на лобовом стекле. Со стороны дисплея видны пять управляющих клавиш. Четыре небольшие и одна длинная. Это питание и включение-выключение экрана. Камера поворачивается на 75 градусов. На правой грани корпуса находится порт microUSB для подачи питания. А чуть ниже слот карты памяти формата microSD. С левой стороны можно видеть отверстие микрофона и внешний поворотный блок камеры. Xiaomi 70 My Pro продвинутый регистратор с 2-дюймовым ЖК-экраном. И 5-мегапиксельной камерой, которая снимает с разрешением выше, чем в 2К. В режиме парковки камера переходит в спящий режим, но продолжает следить за транспортными средствами. Из-за наличия G-датчика устройство начинает записывать видео само. Если происходит какое-либо столкновение, и кадры события могут быть сохранены отдельно, избегая стирания. Управлять камерой можно с помощью голосовых команд, что очень удобно. Ведь водитель может полностью сконцентрироваться на дороге и не отвлекаться на переключение режима вручную. Устройство оснащено GPS, Wi-Fi и универсальным помощником водителя. Системой ADAS. Широкоугольный объектив с углом обзора в 140 градусов позволяет увидеть всё, что происходит на вашей и соседних полосах движения. Даже если за окном автомобиля плохая видимость, это не помешает получить чёткое видео для записи. Специальная функция Defox задействует алгоритмы улучшения изображения, если запись велась в тумане, снегопаде или при направленном засвете. Фирменной фишкой является функция охраны. Как только G-сенсор определит движение вблизи вашего авто, камера начинает процесс видеофиксации в зоне видимости. Каждый звук в салоне автомобиля, включая негромкую речь водителя и пассажиров, чётко фиксируется и хорошо различим в записи. При подаче питания регистратор включается автоматически. Видеозапись стартует уже через 2 секунды после включения. При отключении питания регистратор финализирует текущий видеофайл и выключается. Регистратор можно включить принудительно даже при отключённом питании. В таком случае он будет продолжать запись до конца запаса энергии во встроенном аккумуляторе. Этого запаса хватает на 55 минут автономной записи в режиме Full HD. В режиме парковки с включенным детектором движения регистратор мог бы протянуть на аккумуляторе гораздо дольше. Однако время автономной работы в режиме парковочного наблюдения зачем-то ограничено программно. Доступный максимум составляет 50 минут, после чего он выключится. Образцовый гаджетов не бывает. 70 MyPro довольно близок к идеалу, если бы несколько но. Неудачное соотношение сторон кадра в максимальном режиме съёмки и невозможность отрегулировать наклон корпуса. Список плюсов, которые следует отметить гораздо полнее. Почти мгновенный старт. Высокая разрешающая способность видеозаписи. Хорошее качество звука. Достаточно прочное крепление. Поворотный блок камеры. Управление через встроенный Wi-Fi адаптер. Продуманное мобильное приложение. Достаточная яркость и хорошие углы обзора дисплея. Режим парковки с датчиком движения. И довольно-таки низкая цена. Скажу, что хороший регистратор должен работать по принципу «подключил и забыл». Не стоит забывать, что актуальные цены на все магазины я собрал для вас в описании под этим видео. А это было взорно лучшие видеорегистраторы сайта Алиэкспресс. Если вы являетесь обладателем какого-либо регистратора из списка, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новом обзоре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok